Привет садоводы! Мы с вами продолжаем прохождение Гарден Флиппера и знаете что я тут подумал? Игру мы с вами начинали раз 5 или 6 заново. Мы покупали абсолютно все дома, мы их переделывали. Строили детские садики, больницы, полицейские участки и даже бары. Все это есть в плейлисте. Но вышло обновление, но сам бог велел купить нормальный дом и соответственно хоть как-то его потихонечку обустроить. Ну и оттуда уже будем уходить и выходить на наше здание, постепенно получая какие-то интересные знания. То, что мы можем где-то у кого-то подглядеть, подсмотреть предположим, да, и как-то попробовать это у себя реализовать. Как-то скомбинировать и срастить с тем, что у нас это имеется. Мне кажется это будет круто и это будет правильно. Хватит выходить из этой будки. Она конечно стала родной для нас уже, но пора с ней попрощаться. Поэтому погнали купим себе какой-нибудь участок. А участок на самом деле я себе уже даже присмотрел. Я решил взять золотую середину. Не самую маленькую территорию, да, за миллион восемьсот. И не самую дорогую за десять, потому что в принципе многоэтажка мне неинтересна. А вот дом в чащу. Блин, по-моему, крутое место. Здесь есть и гараж, и достаточно симпатичный дом, и хороший дворик, и есть деревья, кстати, можно будет их срубить. И есть территория, где поставить можно мангал и все остальное. Да, это будет не за один раз. Главное, мы сейчас его покупаем. Возьмем, переведем сюда наш офис, наведем маломальский порядочек и отправимся на какую-нибудь интересную заданницу. Что вы скажете? Я думаю, меня поддержите. Так что покупаем. Да, только скажешь да. У нас, конечно, сразу же, в левом углу загорелись покупатели, желающие купить. Но, блин, отвечаю, этот дом я не продам. Ты посмотри, какая здесь шикарная территория. Здесь очень много места. Здесь очень много говна. Конечно же, здесь, походу, жили свиньи, которые пытались что-то строить, не достроили. Или, я не знаю, как это вообще с чем-то связано. Здесь придется лопатой поработать. Но это шикарное место. Это просто шикарное место. Как говорится, в руках ювелира все станет бриллиантиком, да? Поэтому дело за малым. Наведем здесь порядок. Пойдем, конечно, еще зайдем в дом, посмотрим, что там. Но, судя по карте, что там нарисовано, там абзац полный. И, кстати, можно сделать, будет, небольшую перестройку. Я думаю, мы сегодня дом красить, конечно же, не будем. Мне интересны будут ваши советы. Вы примерно посмотрите, как у нас с вами получается выглядит территория, да? И предложите ваши цветовые какие-то решения. А мы, естественно, с вами это все дело поддержим. Вот. А так, пока внешне, если пройтись по участку, мне кажется, будет неплохо сделать какую-нибудь просто лужаечку, да? Может, какие-то маломальские... Хотя, вот, знаешь, не очень любители здесь клумб. Мне кажется, около входа, около дома должна быть максимальная свободная территория. Сделаем какую-то небольшую оградочку, возможно, да? Здесь мы, наверное, с вами построим что-то типа бассейна. Как-то это все дело как раз-таки подведем к всяким вводным нашим процедурам. И вот здесь как раз у нас здесь идет дверка. Как раз-таки альтернативный будет выход. Здесь будет стоять небольшой шатер. Хотя небольшой. Почему небольшой? Будет нормально стоять шатер и здесь сделаем нашу мангалку. А вот в этом месте как раз-таки под окнами, это как у моей тетки на даче, на самом деле, примерно такое же было расстояние. У нее здесь был малинник, здесь была черная смородина, красная смородина. То есть, прямо можно было из окна это все дело доставать. А вот в этом месте как раз-таки здесь поставим небольшой сад. Ну, как небольшой. Тут пару деревьев. Там яблони, груши. Там надо же крест-накрест сажать, да, у нас, чтобы там происходило там пыление. Поэтому, наверное, мы с вами как-то такого плана здесь все сделаем. Елки, деревья большие мы повырубаем, но их нафиг. И что-то мне не очень нравятся здесь такие прямо. Хотя, у тебя березы неплохо смотрятся. Может быть, их и оставим. Ладно, подумаем. Погнали. Сначала посмотрим, что у нас вообще в доме происходит. Туки-туки. Хотя, офигели, туки-туки. Это же мой дом. Здрасте. О, понятно. Тараканы. Ну, гараж эти нормик. Сюда тачку загоним. Дальше, что у нас по комнатам? Кстати, мне нравится... Это что за хрень? Это что? Это незапланированный гараж? Или что это? Ну, походу, судя по картинке, это просто дыра в стене, которую заколотили. Здесь либо планировали дверь сделать, либо окно. Но, слушай, ну здесь надо будет, да, поработать шпателем, покрасить все, забетонировать. Что у нас здесь находится? Здесь, наверное, ванна у них, да? Боже, писец. Так, ладно, ну-ка, давай-ка сразу это мы отсюда уберем. Всякие типа пакеты, коробки нахрен не нужные. Знаешь, чего не хватает, ребята, в этой игре? Это вот ходить по тараканам, чтобы они лопали. Такие, видите, звуки издавали. Это было вообще круто. Ага. Здесь мы, значит, сделаем душевую в этом месте. Правильно? Или нет? Да, мы вот, наверное, здесь сделаем душевую. А здесь у нас типа будет такой небольшой предбанничек. Слушай, у нас же есть сауна-баня. Мы можем здесь маленькую парилочку сделать. Как вот такой расклад? Вообще ништя, кстати, будет. А здесь у нас выходишь и попадаешь к тараканам с тараканом. Кстати, отлично, смотри. Посидел здесь в сауне. Попарился. Да, здесь помылись, если что. Посидел, попарился слегка. Вышел. Пробежал. И там бассейн. Хряси, ты прям в воде. По-моему, шикарно. Ладно, давайте отсюда это все дело будем сейчас убирать. Сначала разберемся с хламом, который у нас тут есть. Не, ну, конечно, территория сумасшедшая большая. О, цветочки. Конечно, очень большая. За один видос мы здесь, конечно, ничего не сделаем. Я думаю, за два, три, за четыре, может быть, серии. Это прямо такой будет топовый проект у нас. Сейчас вместе с вами все здесь приведем в порядок и сделаем по красоте. Пивные банки. Ну, здесь реально какая-то свинота жила. Вот прямо реально свинота. А вот единственное, что мы будем делать с этими дырками. Блин, может быть, нам их как-то... Слушай, а может быть, нам их вообще не заделывать. Может быть, сделать-сделать, типа... Если мы уберем даже отсюда эту лампу долбанную. Предположим, да, где у нас эта штука для продажи. Вот. Может быть, здесь сделаем какую-нибудь посидельницу для улицы. То есть, вдруг дождик там пошел, ты захочешь здесь посидеть. Открытый камин можно сделать. Слушай. Или наоборот, здесь сделать некое помещение для приготовления еды. То же самое барбекюрницу какую-нибудь здесь. Почему нет? Как варик. Хотя, наличие вот этих всех... Здесь перегородок, конечно, смущает. Ну, вообще, где здесь были комнаты когда-то? Здесь какая-то кровь еще. Ладно. Давайте. В общем, пока у нас еще есть... У нас все про все время. Поэтому, ребятки, предлагайте ваши идеи. И, я думаю, мы совместным путем сделаем чертовски крутую штуку. Как говорится, одна голова хорошо, а... А нас 82 тысячи на данный момент на канале. Это еще лучше. Да, это все мы убираем. Так, здесь нам потребуется лопата. Мы отдельно лопаты покопаем. Хотя, вроде, основной мусор весь убрали. Нам еще деревья надо здесь будет все эти повыкашивать. Выкорчевывать, поубирать. Осталось только угол гаража. Всякий хлам убрать. И у нас, вроде как, с вами, с основным мусором все готово. Знаете, кстати, было бы классно, что... Если бы весь этот мусор не просто какой-то там исчезал, да? А, предположим, появлялся в каких-то неких пакетах. А эти пакеты, предположим, надо было бы там либо выставлять, либо там продавать, либо какая-то была дополнительная оплата за вывоз. Было бы круто. Было бы реально круто. Ладно, все, весь мусор убрали. Погнали теперь... А, вот еще пару банок пропустил. Сейчас точно до конца... А, в смысле, я еще в доме забыл? Хотя, вроде, в доме мы с вами все... А, вот здесь, в гараже. Вот теперь все. Единственное, конечно, мы двери тоже с вами отсюда в сети будем продавать. Они нам здесь не особо все упали. Здесь у нас все будет по-своему, будет все иначе. Да, вот теперь точно все. Единственное, нам надо найти, что, ребятки, сделать? Найти какую-то комнату и туда перевести нам комп. Для начала мы что, наверное, сделаем? Возьмем какую-то мебель, да? Столик. И надо поставить, там будет ноутбук. Так, что мы возьмем-то с вами? Ну, давай обычный возьмем, какой-нибудь вот такой, да? Простой стол. Купить. Поставить. Где-нибудь вот здесь его. Дальше. И вот наш ноутбук. Вот так мы его сделаем. Все. А у нас с вами переехал сюда офис? Да, офис переехал. Табличка пропала. Единственное, давайте, наверное, сразу еще этих тараканов отсюда поубираем. Так, стоп, а таракан у нас... Ха-ха, да, кстати. Ха-ха-ха. О, да. Это прямо идеальный вариант, как избавиться от тараканов. Помните, значит, когда еще была игра популярная? В игру в автоматах. Там подходишь, макусуешь, появляются всякие там лягушки, слоны, акулы. Их надо вот этой кувалдой выдолбливать. Вот примерно то же самое. Так, этих убрали. Сейчас вот здесь в гараже осталось парочку, да? Отлично. Отлично. Дальше нам надо убрать с вами эти крововые пятна все. Почти весь дом очистили. Смотрим это как раз-таки по карте, да? Где черные пятна, значит, там у нас с вами всякий хлам. Осталось чуть-чуть убрать. А, ты смотри, забыл еще здесь их. Все. Шикардос. Но, вот кроме вот последнего подоконника. Отлично. Это мы убрали. Розетки, конечно, потом поменяем. Значит, пойдем посмотрим, как у нас вообще выглядит копание и установка деревьев. Кстати, когда мы будем ставить дерево, чтобы вы понимали, я вам даже сейчас покажу, как, наверное, это выглядит. Ну, предположим, вот здесь мы его поставим. Так, дерево, где у нас растение? Так, растение, растение, растение. Вот, предположим, возьмем... Ну, а что мы возьмем с вами? Давай-ка, наверное, возьмем... Так... Во, грушевое дерево небольшое. Вот так, значит, ставим его вот сюда. Посадить растение. Появляется такая лунка, и у нас дальше начинает туда все это дело копать. Соответственно, потом он туда установится и навсегда там прирастет. Но мы пока этого делать не будем. Кстати, видели, там еще шланг. Здесь надо садовый шланг для того, чтобы поливать. Вообще, то есть, очень много нюансов. Но это я вам показал просто, как это вообще все здесь выглядит. Берем нашу рапату. Как-как, фискарская прямо какая-то, да, у нас? Это дело все убираем. Слушай, здесь копание прямо как в Голд Раше выглядит. Прямо очень похоже. Тоже, правда, без всяких углублений, но сам факт. Отлично. От первого хлама избавились. Пошли к следующей куче. Кстати, у нас здесь еще бутылки остались, смотри. Слушай, кстати, как раз интересное у нас поливание. А, отлично. Сейчас мы мусор польем. И начнем его убирать. Лопата, наша лопата. Вот. Поехали. Слушай, ну, по-моему, отлично. Мне интересно, как нам избавиться от этих кустов. Продать их, что ли? Просто, да? Да, слушай, они просто у нас продаются. Кусты мы эти убираем. Нам это все не надо. У нас здесь будет все по своему деревья. А деревья? А деревья придется, наверное, как-то скашивать, да? Этот мой мелкий весь тоже скидываем отсюда. Конечно, прикольно то, что здесь уже всякие-то пихты, елочки растут. Некий такой, передает атмосферы. Но мы свою будем делать здесь атмосферу, правильно? Слушай, а вот реально с деревьями как быть? Что, рубить надо или что? Вот это я не понял. Может, их скосить как-то надо? Нет? Нет, это так не работает. Я вообще думал, может, как-то их выкапывать надо. Нет? Слушай, нет. Неужели, неужели вот эти деревья нельзя сюда будет убирать? Но это будет фейл. Это не должно быть так? Это так не должно. Странно, реально, смотри, березки вообще никак не подцепляются. То есть вообще это дерево не имеет никакого клика. Может, у нас в навыках надо посмотреть? Сейчас мы глянем. Так, умения. Слушай, нет. Нету такого. Ну, прикольно, кстати, здесь можно будет разворачивать рулоны из травы. Вообще, кстати, классно. Ну, ладно, значит, пока деревья мы с вами откладываем. Пускай пока растут. Ну, а так, в общем-то, в целом, смотри, у нас вроде как все даже не очень плохо, точнее, очень неплохо получается. Почти что все отсюда убрали. Весь хлам. И осталось только это дело, что сделать. Правильно, взять наш мега крутой триммер и отсюда все выкосить. Честно, гоняю вот сейчас уже почти что получастка травы освободил от этого зеленого захватчика. И прямо вот балдеи. Вот это прямо, я вот еще вот на обучении, так сказать, ну, на обучении, на первом взгляде, да, на обзоре, когда мы смотрели этот момент, что нас добавили в игру. Ну, это, конечно, бомба. Это просто бомба. Вот прямо такой залипалого. Это, это жесть. В хорошем смысле слова, конечно же. Жду, когда разработчики сделают какой-нибудь газонокосильщик-симулятор. Я не знаю, что-нибудь типа того. Кстати, было прикольное кино в свое время. Не особо было связано с газонокосилками. Это все-таки было про виртуальную реальность, но все же. Да, действительно, какая лепота получается. Реальная лепота. Осталось еще чуть-чуть, и можно, в принципе, сегодня будет заканчивать. Я вот единственное тоже, кстати, когда начал говорить про цвет для дома, забыл вам показать, какие у нас вообще здесь цвета-то есть и какие тут можно выбирать. Сейчас мы тут это, последние тут цветочки, да, срезаем. Вот. Да, чтоб себя. Походу, тебя проще руками будет выдернуть. Смотря. О, нихуя. А, нет, нормально все. Здесь еще пара волосин торчит, и вроде как отлично, да? Да, это мы убираем. А, нет, смотри, здесь хреново, по-моему. А, нет, нормально. Сейчас проверим. А, вот здесь кусочек, да. А здесь? А здесь нормально. Так, это мы выдергиваем, просто она тут трава бывает с какими-то переходами, ну, вполне цвета, и кажется, что вроде не, что-то не подстриг. А, хотя вон, смотри, как торчит. Это точно косяк. О, все. Готово. Значит, смотрим, что у нас с вами есть по цветам, да? Так, где у нас находится краска-то, господи ты мой. Так, сейчас найдем. В стенах. Так, ну, вот у нас, что в смысле. И все. Так, мало краски стало. А, нет, вот она появилась. Значит, те цвета, которые у нас с вами имеются. Желательно, чтобы дом был все-таки яркий, но не прямо-таки, знаешь, не вырви глаз. То есть, вот, мне кажется, зеленая груша однозначно ему не подойдет. Цвета, в принципе, вы видите. Поэтому в комментариях черканите. И, ну, если будет больше всего одинаковых совпадений, ну, или которые, наоборот, мне понравятся внешне, то мы с вами вместе такой цвет и выберем. Потому что дом, это все. Это прямо. Кстати, смотри, сейчас, да, как мне кажется, у дома такая какая-то больше синеватость, да, легкая имеется, или зеленоватость. Судя даже по внутренним стенам. Но внутренние стены, это ладно, это фиг с ним. Мы все равно там все переделаем. У нас с вами будет отдельная гостиная, отдельно будет такая некая стримерская, отдельно сауна, бассейн, отдельно комната для отдыха, где у нас будут вечеринки, телевизор. И вообще все по-классному. Кстати, я так полагаю, эта комната будет вот эта. Она здесь самая большая. Вот. Ну и, конечно же, какая-нибудь еще комната. Что я придумаю? Все, погнали. Наверное, заходим, посмотрим, что у нас тут с вами есть по заданиям. Мы, главное, здесь сейчас с вами все убрали. Единственное, что мы окна не помыли. Но это об этом потом уже подумаем. Ну что, берем тогда первое задание по счету от Марка Мыльникова. Детская площадка и барбекю, да? Моя дочь растет как дрожжи и очень интересуется миром. Я хотел бы подготовить для нее игровой уголок в саду. Мне кажется, что качели, песочница, рокеры будут в самый раз. Как только ты вернешься в сад, возможно, ты закончишь сажать для меня кусты, которые моя жена купила в детской. Чтобы было хорошо. Мы уже расширили террасу, на ней больше ничего нет. И было бы полезно беседка, гриль и стол для всей семьи, чтобы бабушки и дедушки могли сидеть там, где они бывали. И самое главное, чтобы вы убрали все эти крапивы, потому что ребенок сожжет меня. Нахрен. Нет, топовый перевод однозначно. В общем, берем это здание и поехали. Смотри. С этого момента ландшафтный дизайн стал доступен. Растения можно найти в закладке сад-магазине. Ну, то есть мы сможем сажать деревья. Окей. Ну что ж, как живет у нас это наполнение? Серьезно, поздравляю, разблокировали новый инструмент. Используя застывовый шланг, вы можете поливать цветы, заполнять емкости для воды и вымыть грязь наружие дома. Круто. Однозначно. Так, ну что ж, пошли посмотрим. Значит, крапива у нас здесь с вами имеется не так уж и много. Это достаточно быстро мы с вами все уберем. Как и раньше, здесь все у нас подсвечивается по территории. Что здесь надо сделать? Удалить сорняки, предположим, просто, да? Но здесь вариантов немного. Мы берем, кстати, стоп. Мы берем денежную штуку, монетку эту, да, продай. И лучше этого не делать. В смысле? Хе, это не сорняк, по-вашему? Ладно. Да, просто берем и косим всю эту хрень отсюда. А, кстати, смотрю, он походу суммирует абсолютно все. То есть не только то, что он находится на одном определенном квадрате, а вообще по участку. Правильно я понимаю? Да, смотри, сорняки. Они у нас, получается, везде. Ну, классно. Крапиву мы уберем, это не проблема. Стравой, что у нас здесь? Подстричь газон. Без проблем. А, не, все-таки, смотри, квадрат все-таки у нас появляется, да. То есть то, где нам надо что-то с вами будет доделать. Ладно. Здесь мы пока что будем делать поместитель. Так, чуть позже. Сначала разберемся именно с нашим триммером, да. Сначала с уборкой и подстриганием от всяких сорняков. Хоть убей, не могу понять, где у нас еще 2% сорняков. Я уже по кругу раза два бежал весь участок. Не вижу вообще ничего. Слушай, кстати, а если мы возьмем умение сейчас... Высокая трава видна на карте. У нас есть 2% навыка. Возьмем сорняки на карте. Вот, усовершенствовать. Посмотрим. Сейчас будут они отображаться или нет? Слушай, нет. Это у нас не сорняки. Это у нас кустарники, да? А, смотри, отображаются вот здесь. Один остался где-то у нас. Вот он. Шикарно. Все. Слушай, это полезный навык, однозначно. Хрень-то убираем. Погнали вот сюда. Что здесь надо сделать? Здесь ничего. Около дома с этой стороны аналогично. Ну, все. Теперь, получается, выходим на дворовую территорию. И вот уже здесь что-то у нас должно загореться. Да? Да, деревья. Детская качель надо поставить. И так далее. Песочница и вишня. Слушай, это какая-то вот эта качелька, да, у нас? Ну, давай мы ее возьмем. Сейчас как-нибудь ее повернем. Так как единственное, я не очень понял, какую сторону здесь. А! Слушай, у меня, получается, здесь без разницы, да? Были классные качели, которые, ребята, делались с помощью двух веревок, доски. И привязывалось это все просто к дереву. Вот это были топовые качели, да? Кто катался, кто помнит на таких? И еще, кстати, их потом делали напротив всяких речек, озер и прямо в воду улетали. Это было круто. Давай-ка мы, наверное, поставим ее как-нибудь вот здесь. Да? Как раз-таки она будет делать основной раскат в ту сторону, в угловую, да? И чтобы она не касалась дерева. Вот так вот. Она. Сейчас проверим. У нас еще полный склад. Ты смотри, еще полная установка качелины будет. Да брось ты, серьезно. Старый добрый хаус-липер. Я тебя обожаю. Я думал, здесь это будет просто ставиться и все. Слушай, ну это шикарно. Это просто шикарно. Дальше. Песочница. Там, по-моему, требовалось их две штуки, да? Навозьмем несколько тогда. Одну, предположим, поставим, кстати... А, слушай, а почему? Блин, а зачем здесь две штуки вот ставить? А не как-то будет абсолютно некрасиво здесь смотреться. Это лишнее, не? Вам не кажется? Предположим, одну поставим вот здесь. А вторую нам надо поставить... Слушай, обязательно здесь ее ставить? Да, обязательно здесь. Ну, блин, ну это же некрасиво. Ну, блин, мужик, ты серьезно? Вторую тогда здесь поставим. Че? Маленький такой игровой уголок получается. Петух на пружине. Окей. Вот, у нас он в поиске есть. Давай, кстати, что у нас по цвету есть? Вот, давай посмотрим по стороне. А, синенький, желтый. Можно... Нет, давай синий сделаем. Основу мы красный гребешок однозначно. А, кстати, можно даже снайку сделать нестандартную, да? Не, вот такой пускай будет, да. А его мы жбонькнем где-нибудь, наверное, вот здесь, с этой стороны. Вот тут. Хотя, нет, подожди. Здесь у нас будет проход основной. Давай где-нибудь вот здесь его поставим. Не, блин, здесь около качели. Ну, такой себе. Здесь вот эта хрень вообще не нужна. Либо, наоборот, вот эта хрень не нужна. Ладно, пускай будет здесь она находиться. О, вот так вот. И маленькая вишня. Вот она. Одна штучка. Вишню мы, наверное, посадим в этом месте. Во-первых, дерево недалеко. Хотя, потому что здесь у нас уже идет основной подход к дому. Не имеет смысла. А так она здесь вот покачалась, покаталась, покрутилась, повертелась и пошла. Кстати, смотри. Как сейчас гуляет тень у нас, да? Вообще у нас солнце видно здесь или нет? Солнце у нас сверху. Просто поставить так, чтобы был максимальный захват с солнечной стороны. Но, судя по всему, да, когда солнце у нас будет с той стороны находиться, здесь он будет захватываться. И нужно больше и лучше, нежели вот с этой стороны. Логично? Логично. Да, давайте вот здесь его посадим. Жбоньк. Начинаем нашу первую посадку дерева. Ну, в принципе, я в своей жизни дом построил, в реальной жизни. Дачу, да, дерево посадил и не одно. И ребенка, можно сказать, что почти воспитал. Поэтому, да. Теперь все дело у нас переходит в виртуальные меры. Надо как-то закапывать, нет? Присыпать землей. Да, надо, смотри. Да бросить. Смотри, какая забота и любовь. Офигеть. И, конечно же, палить. Шикарно. А здесь мы сделаем мокрый песок им. Для разнообразия. Слушай, ну ты посмотри, какая крутотель. Да просто круто. И даже эти две сраные площадки из песка, да, песочницы, все равно даже очень неплохо смотрятся. Мы с вами просто креативщики, ребят. Просто креативщики. Петушок только вот этот. Ну, ладно. Блин, так и хочется ее сорвать. Классно. Просто классно. Дальше. У нас, смотри, есть деревья. Давайте прямо здесь, наверное, где они стоят. Мы их будем сажать. Раз так захотел у нас товарищ заказчик. Не будем здесь особо ничего фантазировать. Поставим, как он хочет. Раз. Втыкаемся. Присыпаем. Да блин, ну это круто, ребят. Ну это просто круто. Ну, однозначно. Повторяем. Присыпаем. Поливаем. Шикарно. А, у них еще здесь два стоит, да? Дерево. Ну давайте, это все бесплатно у нас будет. Первая готова. Вторая. Ну и третья побольше. Все, шикарно. Так, это у нас что? Это нам... Это им наоборот надо. Оставляем. Значит, что нам надо здесь сделать? Гриль, да? Окей. Что-то я не очень понял, на самом деле, по заданию пергулу поставить садовую, которая у нас вот эта, да? Хм. 11 штук. А вот я не очень понял, как я здесь их все помещу. То есть, как бы, они, типа, будут удлиняться, что ли? Или как? Ну, сейчас попробуем встать. Смотри, а первая встала, да? А, получается, ну-ка, несколько штук возьмем, давай. Ну, это баян. Это рили баян. Я даже не понял, как нам с этим справиться, если честно. Типа, просто их тут буду втыкать? Нет, смотри, а там она уже не идет в счет. Она идет в счет только в этом месте. Хм. Интересно. Интересно. Ну, это типа такого садового навеса. Только вот что-то я не очень понял прикола с ним, если честно. Так, хорошо, а если мы возьмем, сейчас предположим, еще один. И вот здесь сбоку у нас он станет вот тут. Смотри, мы его поставили. Да, он за счет пошел. Слушай, а может быть им надо... Не обязательно в этой точке ставить? Ну-ка, сейчас проверим. Вот мне несколько штук, и здесь попробуем раз. Два. Ну-ка, они зачитаются здесь? Нет, не зачитали. Смотри, девять штук как висели, так и висят. Слушай, ну я не понимаю, как такие здоровые штуки не расположить в этом маленьком квадратике. Ну это, блин, нереально просто. Это просто нереально. А, не, подожди. Я неправильно сделал. Это всего предметов идет под навес. Все, я понял. Сейчас, дожди, если я его продам второй. Ага, то есть их две штуки. Все правильно, я красавчик. Да, я догнал. Значит, так и должно быть. Значит, мы ставим второй вот здесь. Вот в этом месте, да. Там сколько у нас получается отступ? Примерно вот такой. Мы его сюда зажимаем. Вот до сюда. Эту штуку мы с вами сейчас подвинем до упора вот сюда. Прямо вот идеально, чтобы было отлично. Примерно одинаковое расстояние, да, у нас с выступами по бокам? Да. Можно было немножко на себя дать, но нет смысла. Тем более, когда здесь есть дверь и открываешь, нас, видишь, не пускают в гости. Или пустят? Нет? Нет, нас не пускают туда, ты смотри. А раньше можно было заходить в дома. Ну-ка, сейчас проверим. Ну да. Да, правильно, нефиг нам там делать абсолютно. Значит, он вот так выходит, хрязь и здесь оказывается. Здесь надо поставить теперь ему гриль. Там венгел был, да, по-моему, вот этот за 7 тысяч. Одну штуку. Ну, давай его, наверное, расположим где-нибудь вот в этом месте. Так, стоп. Вот здесь мы его поставим как раз-таки. Только единственное, что вот эти деревья лучше было вообще убрать, они могут загореться. Ну, не могут, они 100% загорятся. Хотя, смотри, мы сделаем иначе. Мы вот так сделаем, смотри. Вот так вот, наискось его поставим. И все будет отлично, да? Так, стол гаражина берем. Поставим его, предположим, где-нибудь вот здесь. Как раз-таки в переходе между этими арками, да? Кресла. Там, по-моему, несколько штук их потребовалось. Мы сначала сделаем вот так. Поставим первого тут. Раз. Аналогично тут вот так. Два. А, слушай, кстати, здесь мы сделаем вот так вот. Три. И вот так вот четыре. Да? Слушай, по-моему, огонь. Блин, реально круто получается. Слушай, даже на дом, что там внутри, стена будет. Так пофигу. Сладоводство, это, это, это просто, это вот, это вот мое. Да, однозначно. Это вот нравится. А, стоп, еще надо несколько штук, да, поставить? Ну, мы их можем, предположим, где-нибудь вот здесь жбонькнуть. Раз. И второй, предположим, здесь сбоку сделаем. Вот тут вот так вот. Два. Под небольшим таким углом. Мы же не по линейке, где все живут. Правильно? Дальше. Софа. Вот у нас она, эллипса. Так, что у нас по-боже? Это топовая штука. Это просто топовая штука. Только единственное, надо правильно подобрать раскраску, расцветку и вообще все, что у нас здесь имеется. Это у нас верхняя, да, получается? Снизу можно, предположим, сделать просто темную. Хотя у нас все в таком деревянном цвете. Что-то орегона, да, цвет, по-моему. И как раз-таки зелень рядышком. Ну, давай попробуем как-то поиграться. Как будто бы вязаная, смотри, получается. Вот это крутой цвет. Просто очень круто выглядит. Очень круто. Так, ну, однозначно коричневые цвета. Нет смысла брать. Давай возьмем что-то светлое такое более-менее, да? Дальше, по раскраске снизу можно сделать, например. Блин, вот так на самом деле круто вообще выглядит. Вот просто круто. А есть, чтобы она соединялась? Во, смотри. Так, давай-ка посмотрим, что у нас сверху. Цветочки, кстати. Не, ну это отстой. Радуга точно нет. Это точно, вот 100% нет. Мне кажется, вот так можно оставить, да? Вот так или вот так, не знаю. Хм. Ну, давай, наверное, вот так все-таки оставим. Так будет как-то порадоваться, что ли. Только вопрос, как ее теперь здесь разместить. Она здесь тупо не влезет. Хотя, вот ее было бы неплохо, наверное, поставить где-нибудь вот здесь. Блин, ну, блин, нас так зажимают. Это такой бред. А вот если здесь мы ее поставим, не влезет? Вот так предположим. Ну, она оставится, но она не в зачет идет. Вот, боже, ребята, разработчики, вы так ограничиваете люто. Это вот в этот квадратик. Видишь, зеленый квадратик просвечивается. Вот он идет, ровно уголок. Вот нам надо сюда это все дело разместить. Так, ладно. Нас такой хренью так фиг возьмешь. Мы сделаем сейчас иначе. Ну, смотри. Слегка все подвигали, попередвигали. Это достаточно неплохо у нас вошло. И здесь даже вроде стулья. Конечно, здесь, если честно, пару стульев лишних. Я бы убрал отсюда вот это, но, к сожалению, не могу. Да, задание не позволяет. И вот это. Но вроде более-менее как-то слегка так, с легким хаосом. Вроде как получилось это все дело у нас разместить. Надо не совсем их прямо тут ставить ровненько. Это все-таки не по квадратикам, как я говорил, живем, да? И кресло еще надо поставить. Хотя, по-моему, мы его, кстати, ставили. Одного, получается, одно лишнее было. Точнее, одно недопоставили, да? Слушай, а знаешь, что как вариант мы можем сделать, предположим? Ну, ладно, мы его здесь поставим. Вот так вот. А здание завершено здесь. Я просто думаю, может быть, грилю сюда можно будет поставить, прямо в центре. Ну, тогда попробуем посмотреть, как это будет вообще выглядеть. Смотребельно или нет? Да нет, здесь что, дети могут бегать? Нет, это баян. Хотя здесь тоже они будут бегать, но... Если бы можно обойти, а здесь и люди, и... Да нет, это нет, это точно не сюда. Это не из этой пьесы. В идеале, конечно, все-таки как-то туда его варганить в уголок. Ну-ка, если мы попробуем так сделать? Нет, здесь тоже не то. Верну, в общем, на круги своя. Значит, что у нас еще по заданию? Что-то мы с вами не доделали, да? Здесь у нас все готово. Здесь не хватает. Софа, вот здесь, да? Да, две штуки. Кстати, смотри. Прикольный окрас сразу она имеет. Ну, она таким будет, типа, полукругом идти. Ставим раз. И вторую надо как-то тоже нам сейчас здесь законнектить. А, или наоборот, давай, наверное, толкнемся сначала вот таким вот образом. Вот эту ставим. Эту мы сдвигаем. И сейчас ее попробуем законнектить вместе. Как там тебя соединить? Вот так вот, да? Нет, неправильно. Во, шикардосно. Ну, только если не смотреть на эти выделения, то получается, смотри, очень даже неплохо. Да, но хотя, с другой стороны, их не обязательно ставить именно в соединение. Давай посмотрим, что за столик у них идет. Да, брось, ты серьезно. Ну, мы его забираем, его просто в центр-то оставим, и никаких проблем нет. Смотри. Берем эту штуку, разворачиваем полностью вот под таким углом. Раз, пришпандорили. Эту мы отодвигаем пока. Правильно она настала вообще ровно, нет? Да. Хотя, по-моему, нет, да? Надо слегка ее подкрутить. Во. Вот так точно ровно. Берем этот столик сюда, в центре небольшое расстояние ставим, и вот так вот загибаем его. Хотя, если честно, вот прямо-таки, наверное, вот в таких рамках, да, именно территориальных, это не самое классное решение, не самое, наверное, правильное будет. Я бы, ну, в реальной жизни бы не стал бы так делать. Вот серьезно. Ну, баян. Это захламление как раз-таки свободного пространства. И вот здесь просто поставил бы, наверное, угловой тоненький диванчик бы, маленький, может быть, какой-то стеклянный столик, и все. И это было бы очень круто. Вот эти постройки здесь, может быть, мы их правильно вписали, даже, наверное, симпатично смотрятся, но... Но все же можно это как-то было иначе обыграть. Особенно вот это захламление от заказчика, но это баян редкостный. А вот это огромное количество стульев, это писец. Ну, ладно, зато мы с вами выполнили задание на 100%, и за это мы с вами получили сколько? Почти что полмиллиона. 404 тысячи. За что? За то, что мы посадили пару деревьев, сделали такой легкий дизайн-стайл от дяди Сережи и его друзей. Но, блин, вот это ущербно, конечно, вот это ущербно. 100% отлично. И мы с вами возвращаемся в нашу хибару разрушенную. Да, здесь, конечно, работы, ребята, у нас с вами будет очень много. Но, я думаю, мы, наверное, в каждой серии будем по чуть-чуть выполнять работы над домом и выполнять задания. Ну, а когда уже выполнятся все задания, мы как раз-таки полностью переключимся на наш дом. Ну, а соседние дома, которые у нас еще продаются, мы их просто отремонтируем и продадим. Возможно, это даже сделаем на стримах. Вот, понравилась эта серия. Мне кажется, она была такая действительно прикольная, интересная и такая плотненькая. Втыкай ролику, лайк нет. Втыкай диск, не стесняйся. Пиши комментарии, особенно по поводу дома. Это прямо бальная тема. Мне интересно ваше мнение. Я вас всех сильно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok